Добрый день! Сегодня с вами мы научимся выполнять полотно в технике ирландского кружева. Работу мы выполняем по лицевой стороне. Разобьем нашу работу на несколько этапов. Первый этап на бумаге в натуральную величину мы выполняем рисунок нашего полотна. Затем накалываем цветы и ягодки. Затем вяжем шнуры, накалываем их и затем заполняем пространство между элементами и вокруг хаотичной сеточкой. Для работы нам потребуется пенопластовый матрасик, пряжа ангора секционного окрашения, крючки, ножницы, булавки и бусинки. На пенопластовый матрасик мы накалываем рисунок, выполненную на натуральную величину. На рисунок мы накалываем элементы, которые у нас заранее связаны. Вот такой цветок вы можете найти в разделе вязаные цветы, урок 138. Вот такой элемент у нас будет как листочек. В разделе элементы крючком урок номер 40. В разделе шнуры вы найдете большой выбор шнуров, а также ягодки. В разделе элементы крючком урок номер 7. И следующий этап мы вяжем шнур на бурдоне. Мы вяжем шнур на бурдоне. Бурдоном будет служить основная нить в 3 сложения. Вводим крючок в петельку. Захватываем ниточку и приподнимаем ее. Одна воздушная. Дальше крючок под бурдон, захватываем ниточку и провязываем столбик без накида. И так повторяем. Каждый раз провязывая столбик без накида. Теперь можно подтянуть немножечко. Длину шнура определяем по рисунку. Вот такой шнурочек у нас должен получиться. Готовый шнур накалываем на рисунок. Мы связали шнуры, накололи все. Хочу обратить ваше внимание, так как шнуры мы вяжем пряжей секционного украшения, для листочков я отбирала темно-синие участки нашей пряжи. Следующий этап. Мы подшиваем все места, где у нас шнуры соприкасаются один с другим. Или между собой соприкасаются элементы. Мы подшили наши детали. И следующий этап. Мы будем выполнять хаотичную сеточку. Вот на этом кусочке мы сейчас с вами посмотрим, как ее выполнять. Для этого работу мы немножко развернем. Начинаем работу. Я набираю цепочку из воздушных петель. Раз, два, три. Дальше мы вяжем хаотичную сеточку на основе тунисского вязания. Я выполняю накид. Ввожу крючок от крючка. Раз, два, три. В третью петельку. И провязываю накид. Обратно накид. Ввожу крючок под арочку. Поднимаю. И обратно провязываю накид. Обратно накид. Ввожу крючок в ягодку. И обратно провязываю накид. И еще одну. Накид. Ввожу крючок, наверное, через одну петельку. В ягодку. Захватываю. Поднимаю. В крючке у меня сколько петелечек. Теперь захватываем. Провязываю две петелечки на крючке. Обратно захватываю. Здесь можно провязать большее количество. То есть провязываем произвольно. По одной, по две, по три можно петелечки. Обратно захватываю. Провязываю следующие. И обратно захватываю. И оставшиеся. Вот что у нас получилось. Теперь обратно воздушные. Раз, два, три. Здесь мы закалываем. Чтобы сохранить форму нашего полотна. Накид. Ввожу крючок вот сюда. И провяжу здесь столбик с накидом. Теперь здесь зафиксирую. И вот на воздушные. Раз, два. Работу немножечко разворачиваем. Вынимаю крючок. Ввожу крючок вот сюда. И подтягиваю нашу петелечку. Обратно. Сделаю одну воздушную. Накид. Ввожу крючок вот под эту арочку. Сейчас мы просто провязываем хротичную сеточку. Здесь одна петелька вытянута. Я ввожу крючок сюда. И подтянем. Провяжу столбик без накида. Еще раз повторим. Ввожу крючок вот сюда. И провязываю столбик без накида. Одна воздушная. Вынимаю крючок. Немножко работу разворачиваю. Ввожу крючок вот сюда. И подтягиваю нашу петелечку. Воздушная. Накид. Захватываю и провязываю накид. Не до конца провязываю столбик с накидом. Накид. Точно так же. Провязываю не до конца столбик с накидом. Работу чуть-чуть развернем. Накид. Здесь произвольно. Вводим крючок. Еще один столбик с накидом. До конца не провязываю. Накид. И вот под эту арочку. Захватываю ниточку. Провязываю через 2 петелечки на крючке. Провязываю. А здесь. Каждый раз захватываю нить и провязываю через каждую петелечку. Немножко обратно разворачиваю. Вынимаю крючок. Ввожу крючок вот сюда. И подтягиваю. И подтягиваю. Раз, два, три. Теперь сюда вводим крючок. Проряжываем столбик с накидом. Работу обратно разворачиваем. Накид. Вводим крючок в следующую ягодку. Провязываю. Провязываем столбик без накида. Воздушный. Раз, два, три. Вынимаю крючок. Ввожу крючок вот сюда. И подтягиваю нашу петелечку. Обратно воздушный. Раз, два, три. Работу обратно немножко разворачиваю. Вынимаю крючок. Немножко приподнимаем. Отворачиваю. Вот так. Разворачиваю наш шнур. Ввожу крючок. Подтягиваю нашу петелечку. Еще раз повторим. Зацепилась ниточка. И подтягиваем. Одна воздушная. Обратно по принципу туниска вязания. Захватываем. Подтягиваем. И провязываю не до конца. Столбик с накидом. Еще один столбик с накидом. До конца не довязываем. Здесь можно еще один подарочек. Теперь накид в ягодку вводим крючок. И провязываем. И теперь возвращаемся назад. Здесь провяжем вот таким образом. Накид. А здесь через 3 петелечки протягиваем. И обратно захватываем через 2. обратно воздушные можно сделать. Наверное 2. Вынимаю крючок. Разворачиваю шнур. Вожу вот сюда. Здесь лучше. И подтягиваем нашу петелечку. Обратно воздушные. Развою. Секундочку. Еще раз повторим. Раз. Два. Работу немножко разворачиваем. 3 воздушных накид. Столбик с накидом. Обратно воздушные. Раз. Два. Накид. Сюда подарочек провязываем. Столбик с накидом. Не довязываем до конца. И еще один накид. И еще один столбик с накидом. Теперь захватываем ниточку. Протягиваем через все петелечки на крючке. Обратно воздушные. Раз. Два. Три. Четыре. Вынимаю крючок. Вожу крючок под эту арочку. И подтягиваем. Обратно воздушные. Раз. Два. Три. Вот таким образом мы выполняем сеточку. Совмещаем обычную хаотичную сетку. И хаотичную сетку на основе тунисского вязания. Мы заполнили свободное пространство. И следующий этап. Мы будем заполнять внутренность нашего листочка. Начинаем работу от кончика. Я сделаю петелечку. Поднимаю ее. Хвостик убираем. Набираем цепочку из воздушных петель. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Достаточно. Вынимаю крючок. Ввожу крючок. Шнур. И подтягиваю нашу петелечку. И фиксируем. Воздушная петелечка подъема. И теперь часть нашей арочки мы обвязываем столбиком без накида. Один. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Теперь смотрим, достаточно или нет. Нужно еще один провязать. Шестой. У нас встраивает обратную цепочку из воздушных. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Смотрим. Добавим еще две петелечки. Девять. Десять. Обратно вынимаю крючок. Немножко отворачиваем наш шнур. Выводим крючок. Удобно. Немножечко. Развернем его. И подтягиваем нашу петелечку. Одна воздушная петелечка подъема. И обратно обвязываем столбиками без накида. Считаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Еще раз. Седьмой столбик. И смотрим. Можно еще один восьмой провязываем. Здесь можно зафиксировать. Теперь обратно сделаем воздушную. Раз. Два. Три. Четыре. Вынимаю крючок. Ввожу крючок вот сюда в шнур. И подтягиваю нашу петелечку. Бухгалочкой зафиксируем. Теперь воздушная петелечка подъема. И обратно обвязываем столбиком без накида. Раз. Два. Три. Можно еще четвертый провязать. Четыре. Обратно воздушная. Одна. Вынимаю крючок. И ввожу вот сюда. И подтягиваю. Одна воздушная. Мы выполнили одну сторону нашего листочка. Теперь работаю. Развернем. Развернули. Теперь ввожу крючок вот под арочку. Провязываю столбик без накида. Один. Вот сюда ввожу крючок. Провязываю второй столбик без накида. Обратно под арочку. Столбик без накида. Теперь набираем цепочку из воздушных петель. Раз. Два. Три. Четыре. Еще работаю немножечко. Развернем. Вынимаю крючок. Немножечко. Разворачиваю шнур. Ввожу крючок. Шнур. Подтягиваю петельку. Воздушную. И обратно эту арочку мы обвязываем столбиком без накида. Раз. Два. Три. Четыре. Зафиксируем край. Можно еще один струбик. Провязали. Собираем балалочку. Немножко развернем. Вводим крючок вот сюда. Провязываем. Соединительная. Убежал. Еще раз повторим. Здесь у нас распустилась. Мы провяжем еще один столбик, который у нас распустился. Повторяем. Вводим крючок вот сюда. И соединительная. Работу чуть-чуть развернем. Обратно продолжаем вязать столбики без накида. Под арочку. Раз. Два. Здесь зафиксируем. Три. И вот сюда вводим крючок. Четыре. Здесь наберем обратную цепочку из воздушных. Раз. Два. Нужно три. Обратно работаем немножечко. Развернем. Вынимаем крючок. Разворачиваю шнур. Вяжем крючок вот сюда. И подтягиваем нашу петельку. Одна воздушная. И обратно ввязываем столбиком без накида. Раз. Два. Здесь даже достаточно. Работу обратно немножко разворачиваем. Теперь ввожу крючок под эту арочку. И дальше провязываем остаток нашей вот этой арочки столбиками без накида. Теперь вынимаю крючок. Вводим крючок вот сюда. Немножко неудобно. Можно развернуть еще сильнее. И подтягиваем нашу петелечку. Все. Здесь ниточку обрезаем. Такой листочек у нас получился. Мы выполнили нашу работу. Сняли с матрасика. Убрали все ниточки. Вот так выглядит изнанка нашей работы. На этом работу мы завершили. Мы выполнили полотно в технике ирландского кружев. Повторить точную копию очень сложно. Поэтому импровизируйте в процессе работы. Для получения вашего особенного полотна. Можно изменить цвет элементов и способы выполнения шнуров. Заполнить пространство между деталями полотна. Можно другими вариантами сеток. Творческих вам успехов!